В интернате живут и учатся 350 детей. Сюда они попадают по разным причинам, но благодаря труду педагогов и воспитателей развиваются успешно. В этот компьютерный кабинет у них доступен всем. Здесь накануне заменили компьютерные стулья. Это подарок от общественной организации «Лига женщин МОЗ Добра». У нас были старые стулья, мы поменяли на новые. Мы вчера таскали все стулья сюда, комфортные, удобные, можно поднимать, опускать их. Сегодня президент общественной организации «Лига женщин МОЗ Добра» Елена Пахомова познакомилась с условиями проживания воспитанников интерната. Просторные учебные классы, спальни на три человека, большие игровые холлы, но главным все равно остается душевное тепло и забота педагогического коллектива. Очень радует отношение самих сотрудников, работников, педагогов. В голосах такая доброта и нежность, что просто вызывает большого уважения, честно скажу. И детки очень красивые, ухоженные, везде такая чистота, порядочек. Очень понравилось. А еще больше понравилось гостям интерната выступление школьного хора. Он ежегодно участвует в фестивале детского творчества «Хрустальный петушок», который активно поддерживает организации «Лига женщин МОЗ Добра». Для участников хора, сообщила Елена Пахомова, будут сшиты новые концертные костюмы. А накануне нового учебного года все воспитанники интерната номер два получили школьную форму. К слову, сегодня в России отмечается День мецената и благотворителя. Он не является государственным праздником, но объединяет всех участников социального партнерства. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.